привет друзья с вами андрей чайкин позывной геныч и я в походе в одиночном в очередном да вот гоняю свое зимнее снаряжение санками и снегоступами ну что друзья осознал что снегоступ то у меня пятый год уже 5 год и гоняя на них и они вообще-то служат верой и правдой классная вещь поэтому думаю что надо рассказать о снегоступах вообще и в частности от тех снегоступах которыми я пользуюсь снегоступы известны человеку еще со времен полярита уже в каменном веке люди жившие при ледниковых районах стали делать снегоступы для передвижения по глубокому снегу чем больше площадь поверхности тем меньше давление на снег и соответственно человек меньше проваливается при передвижении по снежному нас причем скорее всего придумали снегоступы в старом свете а потом через берингию был когда-то такой перешек между америка и евразии вместе с древними охотниками снегоступы попали в америку но в старом свете довольно скоро появились скользящие лыжи как дальнейшее развитие тем к снегоступам и в евразии снегоступы отошли на второй план нет они были известны но использовались редко а вот в америке лыжи так и не получили распространение и снегоступы господствовали вплоть до прихода европейцев в последнее время интерес к снегоступам стал расти тем не менее если в той же самой канаде снегоступами снегоступы используются очень широко то в нашей стране где традиционно больше пользуясь лыжами применение снегоступов носит в целом ограниченный характер причем в основном снегоступы используют охотники а не походно-туристское сообщество погони за генычем ну короче идем по лесу без снегоступов конечно не так удобно идти как вам идется нормально красиво но тяжеловато это еще хорошо потому что идем по старой моей тропе трехнедельной давности а ну там будет лучше того же утоптанная частично море на можете по колено на снег точно нет итак лыжи или снегоступы как и в древности основным критерием выбора будет служить окружающая среда на открытых пространствах на просто на проторенных тропах и на дорогах на попутных реках покрытых плотным снегом лучше отдать предпочтение лыжам в глухих лесах поросших кустарником и заваленных колодником и буреломами в предгорьях и низкогорье изобилующих камнями и места где надо часто спускаться и подниматься в узкие расщелины на рыхлом снегу без лыжни везде где на лыжах мы не скользим поступаем лучше отдать предпочтение снегоступа туризме у нас традиционно используются лыжи что вызвано было изначально сложившейся системой классификации машин классифицируется доступный поход у нас кто толком не может поэтому спортивный туризм со справками как-то от этого дела отошел частью категорированные походы спортивного характера нас последнее время забывают и все чаще ими не париться отправляется в обыкновенные самодеятельные путешествия безо всякой задней мысли о справках больше всего на снегоступах ходят в тех районах где часть маршрута имеет сравнительно небольшое количество снега а также исключает длительное передвижение по широким открытым пространством где лыжи получают однозначное преимущество зато там где нужно лазить по горам чередовать кошки и инструменты трапешки часто перелезать через поваленные деревья или камни в каньонах периодически выходить на заваленные камнями и деревьями русла век удобство снегоступов перецепить сложно так что надо просто подбирать снаряжение под соответствующий ландшафт дальних зимних походах я бы порекомендовал брать и то и другое открытых участках можно быстро двигаться на лыжах а на сложных переходить на снегоступы которые всегда можно принаетовать к саням молокушек летучий голландец а мы потом как пойдем очень интересно мне геныч яйца не разбей лови их сань стой подожди нужно яйца ловить она полетит как там яйца и даша логично снегоступы вписываются в запаску для водителя джипы или снегохода случаи когда снегоходы ломаются в одиночек десятки а то и более километров от ближайших хорошо укатанной дороги на самом деле не редки просто не всегда есть кому о них рассказать снегоступы закрепленные на снегоходе или лежащие в багажнике джипа отправляющегося зимой в лес это же удобно они не занимаются только места как лыжи они дешевле они проще не требуют навыков передвижения пригодны под любую обувь вообще не требует присмотра опять-таки в канаде снегоступы лежат в каждом лесном охотничьем домике потому что даже осенью можно прийти в домик по опавшей весле а уходить потом по колено в снегу ползти на пузе никто не хочет так но другие я иду без снегоступов фасаня чешет моих снегоступов вот иду на снегоступах ощущение очень интересные первый раз их надел проверим сейчас по большому снегу правой проваливается все равно но пройти можно тут бы я уже провалился по колено а так по факту только по стопу а где не так глубоко шаг очень легкий движение не сковывает вес снегоступов небольшой крепление из-за того что универсальные очень хорошо держит ногу спокойно можно передвигаться рекомендую он я как от народа ушкакал с непривычки как по маслу полетел тут конечно легкая дорогах тут снегоходка ну давай здесь снега больше метра проваливаешься сантиметров на 20 не больше классно по себе могу сказать так что вот я сейчас один и тот же участок иду без снегоступов а перед этим я шел в снегоступов до народ я вспотел два раза быстрее потому что ноги скользят снегоступов снизу снизу кошки есть и держит лучше получается как бы крепче стоишь конечно немножко привыкнуть ходить так чуть-чуть растопырку но это очень быстро привыкаешь конечно на таком открытом пространстве лыжи были бы лучше но в глухом лесу где вот мы сегодня ночевали да лучше конечно снегоступа ну я об этом уже говорил сань тормозни давай как тебе очень удобно думал будет непривычно в них идешь существенно быстрее чем без них если честно на нога от то что не буксуешь не устает и запас хода увеличивается это да это да я уже сказал что вспотел блин моментом без них вот я много поста даже с усилием учитывая то что не буду сказать что прям тяжелый-тяжелый человек не маленький и рюкзак у меня есть рюкзак да да то есть очень хорошо держит площадь сами они на ноге очень удобно сидят универсальные застежки да 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 они под любой ботинок и материал легкий алюминий алюминиевый сплав и какой-то термо морозостойкий пластик . опора 1 и там зубики есть чтобы у тебя пятка не скользила очень удобно прикольно комфортно и снизу зубья что нога не они не не скользят не едут движение не сковывает но если по узкой колее идти то есть нужно ноги ближе ставить чтобы проще тогда идти рядом потому что я вот как шоу под не колея а тропе который человек просто пробил я мучился потому что там шел просто ногами давил снег я шел после этого на снегоступах я тоже более-менее держался вот санки все время переворачивается туда проваливается поэтому привыкаешь да 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 к этому надо привыкать причем привыкаешь быстро мне нравится советую все одобрено саньком я купил снегоступы в начале зимы 17 18 годов и сразу оценил удобство этого средства передвижения так что они у меня пятый год под жесткой эксплуатации ну понятно дело в сезон понятное дело снегоступы у меня отечественное производство делают их питерская фирма снаряжения рама снегоступов выполнена из трубок алюминиевого сплава а перетяжка сделала из морозостойкого пластика снизу наступ снизу на снегоступах имеются кошки что позволяет использовать их на сложном рельефе я например двигаясь по лесу не задумываясь лезу в них на поваленные деревья потому что точно знаю что кошки удержат снегоступы снегоступы снега ступы снабжены универсальным креплением которая подходит для любого типа обуви то есть вам не надо искать специальные ботинки и при сильном морозе вы можете нацепить снегоступы на хоть на унты или валенки ну и к снегоступам полагается чехол с ручками и ремнем в котором их удобно транспортировать за пять сезонов у меня нет никаких особых нареканий по качеству единственная открутилась пара-тройка гайчик но эта проблема решается в течение пяти минут накручиваем новый проверяйте чаще крепеж чтобы просто подтянуть ослабевшие гайки при выборе снегоступов обратите внимание на свой вес добавьте вес зимней одежды и вес рюкзака исходя из этого выбирайте размер снегоступов снаряжение большой выбор размеров от небольших для девочек до мощных лаптей для здоровых мужиков когда я себе заказывал снегоступов выпускались только белый теперь есть большой выбор цветов так что берите что больше нравится ну вот собственно и все что я хотел сказать про снегоступы спасибо снаряжению за качественный продукт ну что друзья если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал если почему-то до сих пор этого не сделали заходите на канал владимира чайкина там тоже много интересного по походному делу и друзья ходите в походы в любое время года но с правильной подготовкой и будем вместе продвигать адекватную походную движуху с вами был андрей чайкин пока